И возвращаемся к одной из главных темпней о теракту в Швеции. В центре Стокгольма грузовик совершил наезд на толпу людей, а затем въехал в магазин. По последним данным, 4 человека погибли, 15 ранены. Полиция Стокгольма также сообщила об аресте одного подозреваемого по делу о теракте. В момент атаки в столице Швеции находился наш коллега, журналист Григорий Гальденсвайк. И вот что он рассказал. Это действительно крайне необычно и неожиданно, потому что Швеция одна из самых мирных стран в мире. Это страна, которая не воевала более 200 лет, не участвовала ни в каких конфликтов. И подобных терактов здесь не случалось. В страну, в город Стокгольм вернулся премьер-министр Швеции Стефан Львен, который сейчас находится по сообщению медиа в штабе Национальной службы безопасности СЭПУ. А обычные горожане просто пытаются вернуться с работы из центра домой. Потому что полиция немедленно дала указание после теракта закрыть весь общественный транспорт. В городе не работало метро и вот открылось спустя часа три, наверное, три с половиной после теракта. По-прежнему некоторые центральные станции закрыты, не ходят электрички. И люди возвращаются домой, люди полагаются на велосипеды. Все стокгольмцы прекрасно себя проявили, многие открыли свои дома. Идет компания в социальных сетях, где предлагают тем, кто не может добраться домой, остановиться у совершенно незнакомых людей. Отменены все спектакли, все кинопоказы, все культурные и спортивные события. По завтрашнему дню точной информации пока что нет. Дело в том, что решение принимает с одной стороны организаторы, с другой стороны полиция. Которая, кстати, сработала очень грамотно и четко дала инструкции и указания, что у нас продолжает работать, что закрывается, как это было в случае с общественным транспортом. На сейчас есть ощущение, что ситуация стабилизировалась и город возвращается к обычной жизни, но нужно дождаться завтрашнего дня.